Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. 12 часть сборки модели ЛАК-3 будет самой интересной. Сегодня разрозненные детали начнем собирать в единое целое. И основная наша работа сегодня объединить между собой крыло и фюзеляж. Перед тем, как совмещать детали, покажу, что было сделано за кадром, немножко обработал детали. В частности, обработана лобовая часть крыла, просто здесь углы сошкуриваются, законцовки. Здесь также кромочки закругляются наждачкой. Ну, кроме того, перед сборкой рекомендую обработать все стыки, все места склейки, обшивки убираются также наждачкой и все неровности. При необходимости в щели шпаклюются. Как и чем шпаклевать пенопласт, можете посмотреть в видео по ссылке в подсказках. Такая же подготовка делается и с фюзеляжем. На нишах шасси также убрал весь скотч. И еще один момент, который нужно также учесть перед сборкой, это разметка. Также находим середину крыла, ориентируясь по стыкам обшивки. Это вот 93 центра. На фюзеляже также ставим метки напротив вертикального стрингера. Упираем крыло в передний шпангоут и сзади по кромке зализа делаем метку. По этой метке нам сейчас нужно будет аккуратно срезать часть обшивки. Это место займется зализом. Ну и теперь примеряем крыло и оцениваем плотность прилегания крыла к фюзеляжу. Зазоры должны быть небольшими. Также на этом этапе есть смысл сразу подогнать имитацию радиатора. Эта площадка должна быть плоской. Кромки в задней части нам нужно будет сточить на клее. Так по диагонали подрезаем. Примеряем радиатор к модели. Обшивку нужно будет подклеить, прижать поплотнее в процессе приклейки. Ну теперь после того как сделали все подгонки снимаем крыло и нам в этом месте нужно вырезать кусочек вертикального стринга. Получается одно общее отверстие через которое будем вытягивать провода от крыла. На наружную обшивку пока клей не наносим, наносим только на каркас и хорошенько придавливаем крыло к фюзеляжу и ждем некоторое время на сушку клея. Клей немножко подсох и крыло ставим на место. Пока без большого прижима главное выровнять крыло. Ну и затем придавливаем к поверхности. Внешние кромки проклеиваем термоклеем. Чуть-чуть отжали деталь и наносим клей. Проклеивать стараемся качественно без пропусков. Контролируем чтобы не было увода в сторону. Сейчас нам нужно будет установить имитацию радиатора. Клей будем наносить и раздельно и на имитацию радиатора и на корпус модели. Ставим радиатор на место и сразу же этот участок фиксируем кусочками скотча. Клеим с хорошей натяжкой и хорошенько проклеиваем все грани. Вот такая модель у нас с вами уже вырисовывается. Радиатор прилегает достаточно плотно, красиво. Самое главное он плавно переходит в фюзеляж и форма сечение здесь получается именно такая какая должна быть у прототипа. Оставляем фюзеляж на просушку в перевернутом виде. После того как плотно приклеится радиатор останется сделать только внешние зализы крыла. Но это уже работа для следующей части. А на сегодня наше видео завершается. Короткая нарезка уйдет на канал в youtube. Тем кто собирает не первую модель достаточно посмотреть просто порядок сборки. Но всем кому требуется более подробная видео инструкция для сборки этой модели сделать вы это можете перейдя по ссылке в подсказках в наш центр развития моделизма. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши социальные сети. Группа вконтакте самая активная. Присоединяйтесь к нашему сообществу на форуме. Заходите в интернет-магазин, где вы можете приобрести как готовые модели, так и комплектующие для них. Ну и конечно же центр развития моделизма, где мы собираем всю информацию от самых азов, от инструмента, материалов, приемов работы, до сборки вот таких достаточно интересных и уже непростых моделей. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!